Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про зимнее укрытие винограда. Зима вроде как начинает приходить, вот уже пошел первый легкий снежок, но на самом деле, конечно, еще неизвестно, будет она или нет. Может быть, это единственный снег в этом сезоне, как в прошлом, например. Значит, поговорим о чем? Поговорим, нужно ли вообще накрывать виноград, когда это нужно делать, какие есть способы укрытия. В общем, обо всем этом в нашем сегодняшнем ролике. Ну, первый вопрос, накрывать или не накрывать? Все мы знаем, что есть сорта как бы укрывные и как бы не укрывные, те, которые более морозостойкие, и вроде как их можно не укрывать. Я неоднократно говорила о том, что мы накрываем весь свой виноград. Почему? Ну, во-первых, для нас, именно для нашего региона, для Беларуси, не столь опасные сами морозы, сколько непостоянные зимы, непостоянные в плане погод. То тепло, то холодно, то мороз на голую землю приходит, то потом все оттаивает, то опять примораживает. То есть, ну, такие перепады резкие для винограда не очень хорошо. Кроме того, мы имели, скажем так, некоторый печальный опыт. Тоже часто вы спрашиваете, а все ли мы накрываем? Да, мы накрываем абсолютно все, даже самые морозостойкие сорта. Рассказываю нашу историю. Значит, один год мы решили поэкспериментировать, и те сорта, которые числятся как неукрывные, не накрыть. Ну, единственное, мы их обрезали, положили на землю. Все прекрасно перезимовало, все было очень хорошо. Наступил следующий сезон, и мы решили, что, ну, можно расслабиться, и эти сорта не укрывать. И не укрыли, просто оставив полностью на шпалере. Была там зилга, был тогда еще у нас агат донской, и кто-то еще. В общем, решили поэкспериментировать. Агат донской вымер вообще напрочь, ровненько до корней, и стал расти от корней, при том, что это был уже хороший, полноценный взрослый куст с нормальными толстыми рукавами. И агат донской, насколько я помню, вообще сорт райнированный для Белоруссии, даже там, по-моему, есть в госреестре. В общем, он вымер с напрочь. Зилга, а у нас их две, ну, было видно, что подмерзла, да, она стала пробуждаться, да, был даже небольшой урожай, но совершенно не так, как это должно было быть. И я просто помню для себя вот эти чувства, когда я, весна, еще только все пробуждается, а я понимаю, что урожая, в общем-то, не будет, а год впереди. Ну, честно, мне было очень-очень жалко, и больше экспериментировать мы так не стали. Нам проще накрыть. Но вы, если хотите, можете экспериментировать. Ну, совет, опускать на землю. Не полениться на землю опустить, все, дальше, как бы, именно такой способ у нас показал себя очень хорошо. Чем же можно накрывать? Накрывать вообще можно чем угодно. Можно засыпать землей, но мы этот метод не применяем. Почему? Достаточно трудоемко, да, потому что виноградник у нас большой, это надо нормально покопать лопатой, и, конечно, желательно тогда все держать под черным паром. Я как-то рассказывала, почему мы все держим в задернении, либо в мульче, то есть для нас, например, способ закапывания не совсем удобен. Но способ хороший, лоза хорошо сохраняется, поэтому, если вам, например, так удобно, то вы можете этот способ применять. Дальше можно укрывать какими-то природными материалами, солома, папоротник, что-то еще. Но эти материалы должны быть сухие, накрывать надо в сухую погоду, и сверху застелать пленку, чтобы меньше попадала влаги, и чтобы в дальнейшем не было выпривания. И оставлять по бокам продухи, чтобы это тоже немножечко проветривалось. Сейчас еще показываю молодые кусты. Когда мы говорили про весеннюю посадку, у нас получалось, что в некоторых случаях кустики садились немножко в углублениях. То есть сейчас на зиму мы все ямки засыпаем, чтобы у нас возле куста никаких углублений не было, даже желательно вот такие хотя бы небольшие горочки. Почему? Помню, у нас могут быть всяческие оттепели, и чтобы там не скапливалась вода, не скапливался лед. Поэтому мы все ямки вокруг кустиков обязательно засыпаем. Вот, смотрите, вся наша молодежь. Вот везде такие небольшие холмики. Не обязательно холмики, но хотя бы ровно. Вот лежат взрослые лозы. Под взрослые лозы мы подкладываем деревянные брусочки и металлическими такими шпильками все это пришпиливаем к земле. Для чего брусочки? Опять же, чтобы не было никаких вот оледенений, если где-то ямки, какие-то что-то еще, то есть чтобы лоза находилась с одной стороны возле земли, с другой в чуть-чуть таком подвешенном состоянии. Нужно ли обрабатывать перед укрытием? Мы всегда смотрим по нашим возможностям. Если мы закапываем в землю, можно ничем не обрабатывать. Если у нас виноградник был здоровый, ничего не болело, в принципе, тоже можно не обрабатывать. Если же лозы болели, то перед укрытием желательно обработать. Не обязательно непосредственно перед укрытием. Можно чуть заранее, надо, чтобы была плюсовая температура. Хотя бы плюс 4, плюс 5. Обрабатываем либо железным купоросом, либо медным купоросом. То есть что у вас есть, что вам удобнее. Если уже не подходящая погода для обработки, значит и не обрабатываем. Обработаем весной. Дальше, смотрите, для укрытия мы ставим вот такие дужки. Где есть в этом необходимость. То есть непосредственно на эти дуги. И ляжет само укрытие. В некоторых шпалерах может быть плоховато видно. Смотрите, вот эта проволока, идущая от столба. Она специально сделана для того, чтобы на нее укладывать укрытие. Следующий вопрос. Когда укрывать виноград? Если мы укрываем землей, то понятно, что земля еще должна быть не замерзшая. Чтобы мы могли это сделать. Сухая погода. Если мы укрываем какими-то другими материалами, особенно природными, особенно сломы, то надо, чтобы земля немножко промерзла. Для лоз вполне нормально некоторое количество мороза. Они закаляются. Тоже там вся не нужна гадость вымерзать. И большая беда, которая может прийти на виноградник, это мыши. Солома. Там для мышей есть еда. И, соответственно, если еще земля не замерзшая, там мышам очень хорошо делать норки, все остальное. Ну, а потом сталкиваемся с тем, что мышки и почки выедают. Мы никогда с этим не сталкивались, потому что мы уже давно не работаем с природным материалом. Одно время мы укрывали их папоротником. Но просто имейте в виду, то есть если природные материалы, ждите, чтобы земля немножко подмерзла раз. И позаботьтесь о какой-то, может быть, отраве. Говорят, что можно нарезать кусочки автомобильных шин. Запах резины отпугивает мышей. Но это все надо пробовать. То есть проще разложить какой-то отравы и, конечно, посмотреть, чтобы земля замерзла. Хотя бы немножко. Но при этом желательно для времени укрытия выбрать не такую погоду, как сегодня мокру. Все-таки, чтобы она была достаточно сухая, чтобы ничего не намокало. Чем укрываем мы? Да, кстати, всякие есть там куча агроволокна. Кто-то накрывает мешками от сахара. То есть, ну, вариантов очень много. Мы используем тоже много раз. Я показывала вот такая штука. Это синтетический ватин. На самом деле это синтепон. Просто он прошитый. Это удобно. Продается он в рулонах. Вот это вот. Сколько тут? Полтора, наверное, метра. Может, чуть больше. Это ширина самого рулона. И мы вот эту штуку просто разрезаем на такие вот одеялки и сшиваем в два слоя. Так удобно. Можно раскладывать там, ну, теми частями, какими вы хотите. Но нам, честно говоря, это удобно. Да, я сидела сама в машинке, шила вот эти штуки. Один раз потратила время. Зато потом у нас нет никаких проблем. Материал невероятно легкий. Разложить его быстро. Убрать его тоже быстро. Кроме того, мы используем вот этот материал не только для зимнего укрытия. Мы его используем и весной, если какие-то возвратные заморозки. И очень хорошо работает. Вот так вот на проволочку повесили, как белье яйцо. И от ночных заморозков, это было, когда, по-моему, даже минус 4, зеленые почки нормально сохранились. Чем еще хорош конкретно этот материал? Под ним дышит все. То есть, если с природными материалами, когда мы работаем сверху, пленочку оставляем, нам надо думать о продуктах, чтобы они там были, либо не были, либо когда-то их открывать. Здесь мы все сразу закрываем и все. Один раз и до весны забываем. Материал дышит раз. Если он даже намокает, он очень быстро высыхает. Если вдруг выпадает хороший снег, то поскольку он такой негладкий, скажем так, то снег на нем задерживается. Это тоже очень хорошо. Потом, я же говорю, он очень хорошо просыхает и высыхает. Мало того, даже весной, как-то года два назад мы показывали, мы снимали укрытие, по ним были уже ростки сантиметров 10. И это ростки, которые не погорели на солнце. Они были нормальные, зеленые. То есть света под этой штукой тоже хватало. Под укрытием, а там уже большие ростки. Итак, вот смотрите, я открыла. Вот здесь видно росточки уже такие вот. Ой, вот. Русский ранний. Уже в районе до по 15 сантиметров. Уже вон гроздь девятный. А ведь всего лишь конец апреля. Но при этом, когда вот рассказывала про укрытие, синтетический ватин, который мы используем, вот смотрите, все это было под укрытием, но растение, оно нормальное, зеленое. Поэтому для нас это очень удобно. Конечно, вы можете использовать любые какие-то другие. Есть специальное агроволокно, есть дарнит, есть еще куча-куча других материалов, к чему у вас есть доступ, что вам удобно, то вы и можете использовать. Ну и непосредственно, как накрывать, я думаю, что показывать смысла нет, все понятно. То есть дужки, либо вот эти проволочки, на которые вот так в поперек укладываются вот эти одеялки, как мы их называем. И дальше мы пришпилим специальными проволочками. Можно прижимать к земле, ну, чем-то другим. Кирпичиками, камушками. Ну, нам это не совсем удобно. То есть мы специально сделали тоже такие шпильки из проволоки, которые втыкаются в землю, и все. Здесь никаких пленок сверху, мы ничего не делаем. То есть вот накрыли, все закрыли, уехали и забыли. Ну и мы будем это делать, я думаю, что где-то через неделю. Сейчас эту неделю нам обещают днем где-то 0-1, ночные температуры минус 5-6, и следующие выходные вроде там будет около 0, значит, как раз может быть комфортная погода для того, чтобы укрыть. Ну, посмотрим по погоде, может быть, отложим укрытие и еще на немножко, то есть будем следить за погодой. Подводя итог, накрывать, не накрывать, вы смотрите сами, в зависимости от вашей климатической зоны, от ваших погодных условий, от вашего желания, либо нежелания. Напомню, для Беларуси я рекомендую хотя бы опустить лозы на землю. Какой материал использовать, тоже в зависимости от того, к чему у вас есть доступ, что вам проще, что вам легче, что вам удобнее. И когда накрывать, руководствуемся, как всегда, двумя принципами. С одной стороны, погодными условиями, с другой стороны, нашими возможностями. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свое мнение под видео. Нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мой контакт. До новых встреч!